друзья всем добрейшего утром так сказать видео на память у нас сегодня 29 марта 2023 года и посмотрите что творится на улице сумасшедшая просто метель и гололед вчера был плюс сегодня резко минус как блин даже на камера не передает какой пиздец у нас творится едем на работу да и забыл сказать что связи с такой погодой мы катаемся на сценике а я еще недели на 2 назад думал покрышки перекинуть ну летнее установить вот решил все таки не испытывать судьбу и правильно решил ну и как всегда для наших коммунальщиков снег был при полной неожиданности если у нас еще видно трактор прошел туда-обратно то здесь в этом направлении вообще никто не ездил еще я мы блять повыбивали у колена в общем еще как всегда и вода пошла разлив пошел конкретнейший сейчас там с вами поснимаем но в нашем направлении как всегда пробита только одна колея и честно сказать все таки вот сцене 5 выручает подвышенный длинный он идет вообще классно его даже можно сказать и не бросает более впереди еще у нас и автобус помните эту тему кто смотрит мои ролики что всегда вот тяжело в это время едет автобус с детками и когда у нас сильные снегопады конечно тяжеловато с ним разминуться мы сейчас будем пробовать кстати тут снега мало ладно переключимся парк ниже и дадим ему возможность проехать все автобус у нас проехал смотрите что у нас творится и здесь и здесь здесь не при рядом и вот начинается у нас такие заливчики блин вода пошла капитальней ну друзья слышите вы наверно скрип вот отсюда на это вот как раз так скрипит нас панорамная крыша то есть когда снег за льдом замерзает попадает вот между стеклом и когда автомобиль движется происходит вот это трение и крыша ну стекло это начинает скрипеть к этому конечно привыкаешь если покататься там буквально там полчасика авто ну салон автомобиля нагреется и скрип этот исчезает то есть панораме где-то плюсы где-то и минус а вообще после авди на сценике немного непривычно ездить а уже сколько на сценике только выходные я сохранял на нем города детей бассейн свозил и сценика больше не брал но все равно чтоб не говорили мне посадка минивэ не нравится больше чем легковой здесь сидишь тебя лучший обзор у тебя больше пространства если сравнивать со четвертой то это вообще никакие сравнения нету бляха ты сидишь здесь как царь а там зажат со всех сторон взяты даже ноги раскинуть не можешь по мужски так сказать там у тебя давит слева дверная карта справа центральный тоннель здесь у нас конечно вот этот тоннель иногда мешает но он в принципе плюс его в чем что постоянно нога на нем лежит и в принципе ее не надо держать нам колени не затекает что ну и после а 4 в сцене в сцене когда садишься кажется что ты водитель какого-то автобуса потому что большие потому что большие габариты большой обзор даже до панели рукой тяжело достать как мы тем временем уже практически приехали есть тоже пока не почищен а наш автобус стать и судя по следам даже еще и не ехал там тоже блин будет тяжеловато конечно ему выехать в общем-то все равно минивэн эта тема кто мне что не доказывал если покатаешься на минивэне я думаю легковой автомобиль а тем более седан уж точно не захочется тем временем планерку раздали и надо нам крутнуться на город супруга на совещание отвезти а то куда ты в такую погоду поедешь съездим на теплом сценике в общем за чтобы не толкаться по поездам да по автобусам в общем-то друзья чё подумал последние дни вот на улице много раз видел вот эти вот стаи уси лебеди никаких там утки которые летели уже обратно типа из теплых стран к нам на летний период и представлять в каком они сейчас ахуе что здесь творится и думают на хрена блять мы сюда летели я не знаю что делается последнее время с этой погодой просто ужас нам наверно беларусь еще только торнадо не хватает и тогда будет а не еще еще и землетрясения и будет вообще все четенько да вот первый автомобильчик улетел а как там и слева трассы разбитые у нас вон еще водок там база стернуло вообще которые дороги чистят бляха как-то но как он туда провалился не подрасчитал как уже асфальт начал подтаивать сейчас мы с вами посмотрим где там этот грузовик но снег очистительная машина съехала рыка днепро на белорусском по русскому днепр вытащили его или не вытащили ни хрена стоит я просто что в шоке да по идее люди работают которые обрадят эту трассу должны знать от и до как он туда ушел что общение на него сообразить смотрите туда ушел и провалился вот и почистил нам дорогу все вот где он проехал видно там нормально а где не доехал все там асфальт сразу же стал такой но его надо чем-то тяжелым оттуда убирать все время 941 выезжаем обратно на работу и самым друзья прикол показывать температуру минус 2 на улице а телефон пишет по ощущениям минус 12 очень сильный ветер и блин реально холодно как уже асфальт начал подтаивать сейчас мы с вами посмотрим где там этот грузовик но снег очистительная машина съехала река днепро по белорусскому по русскому днепр так вытащили его или не вытащили ни хрена стоит я просто что в шоке да по идее люди работают которые обрадят эту трассу должны знать от и до как он туда ушел что вообще ни хрена не могу сообразить смотрите он туда ушел и провалился вот и почистил нам дорогу все вот где он проехал видно там нормально а где не доехал все там асфальт сразу же стал такой его надо чем-то тяжелым оттуда убирать сейчас еще прикол расскажу то глянула на этого маза провалившуюся короче вот у нас в деревне есть пост мчс куму кстати моему привет который там работает и от у нее блять какая тут привычка учения свои делать постоянно на нашем доме как будто блять другие дома гореть не могут то тут у конечно ну и в общем приезжают типа какая у них схема приезжает какой-то офицер наверно с офицерского состава и вызывает пожарку и засекает сколько времени вот у парней займет на приезд как она правильно называется не раскладка как это по-профессиональному называется ну в общем то для подготовки к тушению там пожара там ну и в общем что мы вчера наблюдаем даже не то что наблюдаем сижу с супругой смотрим кино а уже было там около 7 вечера то есть еще и не стемнело но уже такие сумерки слышу что-то пищит как будто вот задняя как включается думаю блин что там такое смотрю окно получается приехал этот офицер на патриоте и хотел съехать там с асфальта и развернуться и он видно на патриоте там съехал и патриот сразу же землю усосала все он там ни перед ни назад но следом приехали наши доплестные ребята мчс ники и так сказать вместо того чтобы делать эту раскладку как она правильно называется они лебедкой доставали патриота мчс овска короче прикольно было думал конечно снять потом думаю не не надо все-таки они нас защищают оберегают но картина была веселая все друзья мы принципе добрались были там переметы впереди логан ехал потом меня пропустил видно дороги нормально не знает не решил решил он не рисковать в общем но так как мы знаем каждый сантиметр этой дороге впереди пробивая дорогу будем сейчас сидеть на работе и ждать звонка поеду потом супругу заберу после совещания чтобы она не терялась по общественным транспортом там городе статисток автобусу стоит я не знаю все чистить не будут смотрел сегодня ночью минус 9 вроде а завтра днем уже плюсовая все это дело начнет таять весело снег тем временем продолжается мне позвонила супруга будем ее забирать следы мои полностью замело да еще кстати наручник не ставил хотя как такового мороза не запускаем и погнали блин погода вот и конечно ужас что хочу посмотреть приезжали ли чистить дорогу а вот видно что приезжал трактор не здесь а он там на развороте видно потому что там такие переметы были когда я уже ехал во сколько в районе 10 ехал да проехал трактор почистить я понять не могу вообще чистил не чистил или вообще там на перегрузке прочистил и все здесь с поднятым отвалом ехал еще там впереди чудо машина стоит сервис короче чистил как не чистил но это чё там стал застрял что ли много точно застрял что переметы такие большие что или чувак летней резине поехал сто процентов уже перевозь а его стянуло на его в сугроб стянуло в этом месте да все таки он видно что по бокам прочищена но тут конечно ужасно переметает а все потому что здесь забор и потоки воздуха здесь потормозится задерживаются поэтому здесь такие переметы нормально ехать можно даже практически нищим не чирил вообще веселый сегодня день напомню 29 марта когда-то у нас в тринадцатом наверно году было похоже ситуация тогда еще было хуже тогда на беларусь пришел циклон хавьер он по моему назывался тоже вылетний транспортный коллапс даже на трассах автомобили просто стояли в пробках ну и вот раз в десять лет повторяется тогда было даже пожестче здесь вода пошла это рычушка ржалка маленькая такая он разлилась уже походу то ли еще будет вон вода подступает а трасса уже нормально время 12.42 в принципе уже и очищенули ну и автомобилями разбили а гранта это еще стоит гранта стоит и приехали сотрудники ДПС самое что интересно я вот обратно туда доехал и в рамсе никого не было либо человека куда-то забрали не знаю МАЗ тем временем до сих пор лежит в обочине он походу пробует чем-то дернуть сейчас мы с вами посмотрим наверное мало получается наверное еще и груженый в этой диско-соляной смещи да пригнали погрузчик и пробуют его вырвать но нифига даже лебедкой наверное надо какой-то вырывать да почистил дороги называется посмотрите какой разлив здесь вон какие сугробы по бокам обалдеть и опять река Днепро Днепро по белорусскому и Днепр по русскому а как по украински будет Днепр ну как мои подписчики из Украины напишите пожалуйста все друзья время 13.41 температура у нас уже ноль потеплело супруга уже дома ну а мы едем еще поработаем все друзья время 16.02 еду домой в принципе все нормально ну сегодня будем отдыхать что можно еще делать в такую погоду всем спасибо большое за просмотр всего вам друзья самого наилучшего ну и ждем нормальной весны не календарной весны а именно весны как сказать природной все до скорых встреч всем пока сейчас это сказал и подумал какой отдыхать у меня этот гараж ворота снегом завалены и надо же съездить и градителям помочь немного снег поочищать тут ясно что он через пару дней растает но тем не менее надо хоть так сказать чтоб вид был это глубокий предварительно в такой же виде что он подогнает все